В рамках больших вестей Вести Ульяновск, добрый вечер, смотрите в нашем выпуске. Блокадного Ленинграда вспоминают сегодня об одной из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны. Через пару минут. Тепловизор и дистанционный термометр. Такое оборудование появилось в аэропорту Ульяновск-Центральный, а пользуются им сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Цель – проверка пассажиров на возможное заражение новым коронавирусом, который сейчас распространен в ряде провинций Китая. Проверяют при этом не все рейсы, а только из тех городов, у которых есть прямое сообщение и с Ульяновском, и с КНР. В потоке идут лица. Прибор, скажем бы, свечит весь поток. И уже у всех лица, скажем, светлые, тонн, белый такой. Выделяться вот в этом потоке, он вычленяет, скажем, общий фонд. Пассажир не жалуется на свое состояние здоровья, но аппарат фиксирует повышение температуры тела у него. Он автоматически сразу сообщается сотрудниками по ограниченному таможенному администрации аэропорта и командиру воздушного судна. После этого уже принимаются меры. Для тех, у кого есть подозрения на заражение, оборудовано специальное помещение для карантина рядом с аэропортом. Иностранных же граждан, которые будут отказываться от карантина и от лечения в России, могут депортировать из нашей страны. При этом большого наплыва туристов, в том числе и с Поднебесной, в ближайшее время в Ульяновской области не ожидают. А вот в апреле, к 150-летию со дня рождения Ленина, гости прибыть могут. В региональном агентстве по туризму к наплыву гостей готовы, как и к действиям в чрезвычайной ситуации. Но надеются, что ничего подобного не произойдет. Юбилей Ленина, безусловно, будет точкой притяжения для китайских туристов. И у нас есть уже договоренности с определенными группами китайских туристов и с определенными туроператорами, которые, в принципе, готовы привозить сюда на наши юбилейные даты и мероприятия гостей из Китайской Народной Республики. Но, как я уже сказал, все, кто будет пребывать на территории Ульяновской области, все будут проверяться в полном объеме в соответствии с теми нормами и требованиями, рекомендациями, которые на сегодняшний день есть. Предполагается, что очаг заболевания находился на рынке диких животных в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй в центральном Китае. Уже несколько дней город находится на карантине. Меры контроля, подобные Ульяновским, введены еще в ряде аэропортов в России. От здравоохранения и образования до экологии и демографии. Темы рабочей поездки Сергея Морозова в Корсунские и Вишкаемские районы точно отражают заданную федеральную повестку. Важность развития этих сфер Владимир Путин отметил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Какому вектору следует регион? Репортаж Артема Петрова. Корсунский детский сад «Белоснежка» построен еще в 91-м году. В году минувшем здесь заменили оконные блоки, теперь грядет глобальное обновление. С марта месяца мы уже планируем проводить все виды работ по укреплению зданий детского сада «Белоснежка». Почти 200 оконных блоков обновят и в Чуфаровской средней школе. Это уже Вишкаемский район. Построены здесь и планы на следующий год. Школа войдет в проект «Цифровая образовательная среда». Кроме современного оборудования, в ней появится и своя точка роста. Мы открыли в этом году две точки роста – Бекетовская и Капинская школа. Причем там занимаются дети не только этих двух школ, а у нас сетевое взаимодействие. В дистанционном режиме там занимаются и дети из других школ нашего района. Почти ни один выезд губернатора в муниципалитеты не обходится без широкого обсуждения вопросов здравоохранения. В послании Федеральному собранию президент отметил, что необходимо развивать первичное медицинское звено. Пристальное внимание приковано к фельдшерско-акушерским пунктам. В регионе их больше четырех сотен и в скором времени в каждом из них появится свой служебный автомобиль. То есть целый набор таких вот проектов, которые позволят нам приблизить медицинскую помощь к людям. Ликвидировать кадровый голод помогает программа «Земский фельдшер». В село съезжаются специалисты из районных центров и из региональной столицы. Здесь я осуществляю свою участковую деятельность. Веду непосредственно по несколько раз выезда в свои непосредственно закрепленные села. Работа очень нравится. Очень хорошо помогает вот эта данная программа «Земского доктора». Работать молодой специалист приехала в Корсунскую районную больницу, где в конце минувшего года двери для самых маленьких пациентов распахнула обновленная детская консультация. Детская консультация обновилась. Детям здесь комфортно, уютно. Здесь стало красиво, ярко. Появился здесь и современный аппарат ультразвуковой диагностики, благодаря которому возможности медиков стали гораздо шире. На федеральные деньги на сумму 3 миллиона рублей был закуплен аппарат УЗИ для обследования детского населения. Кроме того, из областного бюджета была выделена сумма 658 тысяч, на которую была закуплена мебель для детской консультации. По итогам 2019 года каждый рожденный в Вишкамском районе ребенок как минимум третий в семье. Именно здесь форматят всей души секретами семейного счастья с теми, кто относительно недавно скрепил отношения узами брака, поделился многодетный отец Морозов. Не скрывай, я очень увижу. Я реально люблю ее до безумства, что называется. Это у меня такое же чувство, но тут немножко другое к дочерям. Я даже не могу представить. Вот я где-то отдельно. Это неестественно. А женщина, она спасается где-то рождением, поэтому женщина должна рожать. А для того, чтобы рожать, в стране уже созданы уникальные возможности. Материнский капитал с 1 января этого года семья получит уже за первенца. А после рождения третьего ребенка государство поможет семье с погашением ипотечного кредита. Сумма внушительная – 450 тысяч рублей. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Корсунского и Вишкаемского районов. В администрации Ульяновской сегодня объявлено о новых кадровых перестановках. В инстаграме главы города рано утром появилась запись о том, что Наиль Юмакулов, занимавший должность главы администрации Заволжского района, переведен на аналогичный пост в Засвияжье. И вот первые кадры сегодняшней двусторонней встречи Сергея Панчина и уже нынешнего главы Засвияжья. Уважаемый Илья Хосянович, мы очень внимательно посмотрели, оценили командой твою работу в Заволжском районе. Мы прекрасно понимаем, что там ты сделал очень много хорошего, и жители от тебя Заволжского района очень серьезно отзываются. Но сегодня мной принято решение о том, чтобы направить тебя в Засвияжский район. В Засвияжский район сегодня именно нуждается в новом вливании. Спасибо большое, Сергеич, за доверие. Я считаю, что мы с командой Засвияжской администрации сделаем все, чтобы Засвияжский район немножко другими красками светился. И те задачи, которые будут поставлены вами перед администрацией Засвияжького района, перед всем коллективом, мы постараемся оправдать ваше доверие. По информации, опубликованной в соцсетях главы города, такая ротация кадров вызвана необходимостью повышения эффективности работы на местах. Исполнять обязанности главы Заволжского района будет первый зам Юмакулова Галина Уткина. Прошедшая через ад. В Ульяновске сегодня почтили память жертв осажденного Ленинграда. Со дня снятия блокады прошло ровно 76 лет. По всему городу памятные акции, уроки мужества и поздравления героев. Бесценные воспоминания, неожиданные исторические факты. В репортаже Кристины Агафоновой. К монументу славы возлагают цветы. Минуты молчания почтили память жертв осады Ленинграда. По разным подсчетам, в блокадном кольце погибли до полутора миллионов человек. В 872 дня. Война, грязь, смерть, страх. Наши бабушки и дедушки обороняли Ленинград. Об этом надо говорить, чтобы молодое поколение знали о наших героях. У Вечного огня Тамара Павловна не сдерживает слез. Молится о герое своей семьи. Судьбу папы она не знает до сих пор. А вот 268 дней в холодном Ленинграде и сейчас видит во снах. В памяти грохот постоянных обстрелов да вкус сушеных яблок, что искали по всему дому. У нас была кошечка. Потом кошечка пропала. Все рыдали, плакали. А оказывается, ее уже сварили супчик. Поделили ее на три раза. И вот такая вот жизнь. Хрупкий лед Ладоги тогда стал единственной надеждой на спасение сотен тысяч жителей. По озеру проложили дорогу для грузовиков с продуктами. Дерзкую даже для мирного времени идею тогда озвучил наш земляк Дмитрий Гусев. А защитники блокадного Ленинграда взяли в руки оружие еще одного симбирянина. Производство пистолета-пулемета Судаева наладили прямо в осажденном городе. Истории ульяновских героев собрали в одной экспозиции. Вот, например, подлинные вещи младшего лейтенанта Галиченкова. Это уникальный человек, снайпер, который во время блокады Ленинграда уничтожил более 200 немецких солдат, офицеров. Подготовил очень много снайперов. И действительно внес такой значительный вклад в победу. Был награжден. Более 500 детей было принято нашей областью. Более 10 детских домов было подготовлено. Очевидцы описывали, что эти дети с глазами стариков, которые не могли разговаривать, кого-то поддерживали, несли. То есть картина сама ужасная. Страницы из учебников истории школьникам оживляют дети войны. Здесь не поставят оценок, но педагоги уверены, эти уроки они точно запомнят. Не просто там прочитали, а именно чтобы была какая-то связь. Вот тогда уже будет какая-то от них отдача. Главное, чтобы у детей все-таки вызвало эмоции, и иногда они даже плачут. Кристина Агафонова и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Холокост с древнегреческого переводится как «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение». В современной научной литературе и публицистике обозначают политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев. С 1933 по 1945 год. В квартале сегодня открылась выставка, раскрывающая эту темную сторону жизни человечества. Называется выставка «Шоа». «Шоа» переводится в рида «это катастрофа». Катастрофа всего человечества. Но наша задача, наша миссия – это, где бы мы ни были, рассказывать, сохранять ту память, которая там была, рассказывать о тех ужасах, которые были. Потому что, если это однажды было, это может повториться вновь. Выставка «Привозная» доставлена из Международного музея «Яд вашим» мемориального комплекса истории Холокоста в Израиле. Здесь и личные истории участников тех событий, и раскрытие менее известных и не таких распространенных фактов о геноциде еврейского народа. Это сопротивление. Сопротивление, которое было, об этом мало кто знает и мало кто говорит. Здесь есть свидетельство, какое было это сопротивление. И еще одна вещь, которая открывает эта выставка, это о людях, которые, несмотря на опасность в своей жизни, спасали евреев. Так называемые праведники мира. Экспозиция работает каждый день с 10 до 18 часов в креативном пространстве «Квартал» по адресу улицы Ленина, 78. Выставка продлится до 31 января включительно. Пешком и на автобусе. Ульяновск присоединился к всероссийской благотворительной акции, а дети из многодетных семей отправились в увлекательное путешествие по городу. Экскурсию под знаком добра организовало региональное агентство по туризму и Центр корпоративного волонтерства «До добро». Цель проста – поделиться радостью и провести ребят по знаковым городским маршрутам. Мы на самом деле хотим немножко, насколько можем, расширить горизонты детей, у которых нет, может быть, такой возможности посещать на постоянной основе какие-то музеи, театры, узнавать историю города. Дети окунутся в историю города не просто на словах учителей, и они смогут там потрогать руками, пощупать, посмотреть, сфотографировать. На поиски приключений отправились 30 местных школьников. Клуб активных родителей представил для них программу «Легенды и мифы» Симбирска-Ульяновска. Новые знания даром не пропадут, пригодятся в учебе. Мы же из английской школы, и интересно будет привести это все на английский язык. Ребята познакомились с историей Симбирска и узнали много нового, а его основатели – воеводец Богданин Хитрово. Любознательные школьники прошагали не один километр. Теперь тайн стало меньше, а вот впечатлений прибавилось. Есть чем поделиться на переменах. И в завершении выпуска объявления в связи с понижением температуры сегодня в ночь до 26 градусов мороза, Минобразование области рекомендует завтра отменить занятия у школьников с 1 по 11 класса. Далее прогноз погоды на ближайшие сутки. А мне на этом все. Я благодарю вас за внимание. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью по области от 15 до 20 градусов мороза, утром до минус 26. В Ульяновске минус 17, минус 19. Утром до минус 25 градусов. Завтра днем по области от 12 до 17 градусов ниже нуля. В Ульяновске минус 12, минус 14. На дорогах гололедица местами сильная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова